Всем привет! Сегодня я немножко занимался вот с таким аппаратиком. Это Sony CD Player X7 ESD. И аппарат в принципе интересный. Я подумал, почему бы про него не снять короткий ролик. То есть с ним ничего такого особого нет. Он здоров, исправен. Немножко проверочных манипуляций надо провести. Немножко детейлинга, скажем так. И особого сценария нет. Просто покажу, какого уровня девайсы были в золотые времена Hi-Fi. Ну какие-то может быть соображения еще. Скажу вообще по формату компакт-диска. Смотрите, значит это 88-89 года. Уже расцвет компакт-диска. Уже делаются очень серьезные девайсы. То есть это так называемая вторая итерация седьмой серии Sony ES. Она мне наиболее нравится вот из этих аппаратов. Ну и вообще классные как бы аппараты сами по себе. Значит что мы здесь имеем? Максимум фарша в плане там конструктива, в плане так сказать оптики, в плане ЦАПов, да в плане всего. Антирезонанс, там у нас керамика. Потом крышечку сниму, покажу. Хорошо как бы играет, потому что у нас тут стоит два мультибита честных Бурбраунов PCM58. Отличный, хороший звук. Что-нибудь послушаем, да? Не знаю, попался мне джаз. Я люблю эту пластиночку. По передней панели тут все достаточно как бы кратко и лапидарно. То есть тут особого у нас ничего такого нет. То есть кнопка питания, соответственно телефоны, регулятор на наушнике звука, да, и на линейный. То есть у него тут есть два аналоговых линейных выхода. Это фиксированный и регулируемый. То есть мы можем регулировать. Сейчас я подключил его через регулируемый, да, чтобы продемонстрировать официально. То есть, видите, громкость регулируется. Ну и с пульта эта тема поддерживается, то есть он моторизованный. Кнопка выброса, то есть режим дисплея. То есть можем погасить. Вдруг нам не нравится или кажется, что он делает помехи, нам наводит. Ну и кнопки управления. Воспроизведение, пауза, стоп. Потом перемотка по трекам. Видите, он как вообще работает. И, ну, как бы перемотка по треку. С пульта еще поддерживается медленная перемотка и быстрая перемотка по треку. То есть можно быстро перемещаться по треку, можно медленно. Селекторы выходов, да, то есть аналоговые, цифровые. И потом поверну задницу и покажу. А, ну что еще можно сделать? Ребята, смотрите, посмотрите внимательно и послушайте, как он быстро и тихо работает. То есть вот мы. Я молчу. Просто слушайте. Просто мухой считал. Бесшумно. Изнутри это вообще магически выглядит. Сниму крышку, покажу. Так, что здесь еще есть интересного? Значит, тут есть интересное. То есть поддерживаются все вот эти функции. Не особо там, ну, все думали, когда пошел компакт, что все эти будут этим пользоваться. Там программирование, там, случайное воспроизведение. Вот это все. То есть тут нет такого расширенного, как бы, дисплея и кнопок, да. Но все это поддерживается с пульта, все вот эти вещи. Там же еще можно проименовать все свои диски, проиндексировать. То есть он тоже там что-то нам будет писать, какой диск ставим, какой диск играет. Деревянные боковины, мебель, все дела. Так, ну что, сейчас, наверное, его посмотрим сзади, а потом посмотрим изнутри. Так, ну что, вид сзади. Сегодня без консенсуса или без референдума хапнуть синенькую палочку. Так что показывать буду ею. Значит, смотрите, как говорил, два аналоговых выхода. Один фиксированный, а один регулируемый. То есть, ну, фиксированный – это обычная штука, регулируемая – это то, что регулируется крутилочка спереди. Еще, значит, балансные выходы. Для совсем серьезных консталляций подходят. Без прыжков с бубном. То есть можно включить по балансу. И два цифровых выхода. То есть коаксиальный и оптический Тослинг. Как бы все, под задницей все. Сейчас посмотрим, что у него внутри творится. Так, ну что, скинули крышечку, начинаем лицезреть. Смотрите, что здесь есть интересное. Тут медное царство. Как у нас там, была хозяйка Медной горы там или что? То есть здесь Sony просто из меди все. Все шасси покрыто медью. То есть, кажется, там какие-то даже болтики особо ответственные тоже в меди. Далее, значит, у нас два трансформатора раздельных. Под цифровые дела, под аудио дела. И плюс у нее существует там несколько раздельных источников питания. Уже точно сейчас не скажу, не буду врать. Но там достаточное количество, там чуть ли не больше десятка. Там для разной цепи питания отдельный источник питания. Далее все остальное у нас пошло. То есть, сам по себе транспорт, да. Ну и там цифровые все дела. То есть, мы можем обратить внимание, да, на качество, так сказать. Там баночек, допустим. Ну и вообще, так сказать, на все. На инжиниринг, на монтаж и так далее. Ну и вообще, конечно, Sony серия ES, там, начиная там с середины 80-х, там, и до середины 90-х. Это отдельная тема. А уж если там говорить про такие штуки, как вот CD проигрывать. То есть, это тоже отдельная дисциплина у них была. Ну, не только у Sony, но Sony, так сказать, в принципе, всегда с собой выделялась. Ну и что, посмотрим. Смотрите, как он будет сейчас у нас считывать диск. Очень интересно. Смотрите. Все, служебная информация прочитана. Там не знаю, какое количество секунд. Ну и дальше пошел проигрывать. Вот. Ну, тут как бы все очень, очень и очень и очень хорошо. Значит, к чему я все это показываю? К чему я зателся с этим роликом? Смотрите, какая штука. Значит, ну, кто постарше, так сказать, понятное дело, наверняка в своей жизни слушал и использовал там формат компакт-диска. Ну, просто бывает и молодое поколение может смотреть этот ролик, мимо которых могло пройти компакт-диск как формат аудиозаписи. Ну, как-то так. То есть, он существовал, но как-то они не обращали внимания или еще что-то. А может быть, у кого-то тоже сейчас в гонке там за хайрезом и прочими там передовыми форматами передачи звука тоже как-то компакт-диск отошел на какую-то в тень. То есть, там типа проехали и проехали. Ребята, ну вот смотрите, на примере вот этого проекта компакт-диска хочу сказать что. Что компакт-проекты бывают очень и очень разные. То есть, если мы, конечно, возьмем там вторую половину 90-х и далее, там уже, конечно, смех. Мы такого не увидим. Там все гораздо проще. И с точки зрения механики, и электроники, и всего-всего-всего. В это же время, там, границы 80-х и 90-х, так сказать, как нельзя серьезно относились к компакт-диску и со стороны производителей аудиоаппаратуры. И что еще немаловажно, со стороны записывающих компаний. Считалось, что прям вот надо вот просто срочно все переиздать в новом цифровом формате. Все лучшие, все возможные лучшие записи. И это золотое время в плане этой звукозаписи, именно в плане компакт-дисков. Потому что звукорежиссеры, которые мы этим занимались, переносом аудиоформатов аналогового, скажем так, в цифру. То есть, это делалось совершенно на другом уровне, нежели делается это сейчас. То есть, когда выходят там какие-то поганые ремастеринги, там, еще что-то, которые слушать просто невозможно. Когда опять же перегоняются те старые аналоговые издания, сейчас перегоняются в хорезы. Просто кошмар и ужас, что происходит при переиздании на компакт-дисках в те времена, то есть, обозначить середину там 80-х и до середины 90-х, все было совершенно по-другому. То есть, гораздо больше было какой-то ответственности, профессионализма даже не исключают того. И как бы фанатизма даже может быть. Потому что, ну, это совершенно разные вещи. Как раньше, так сказать, относились к цифровому формату, да, и как сейчас это все творится. Началась вся эта плохая история, там, Super Audio CD, поначалу все здорово, но потом просто все это скатилось в какой-то паршивый маркетинг, не более того. И что я хочу сказать, то, что вот этот формат, компакт-диск, который кому-то может показаться устаревшим безнадежно и морально-технически, его еще очень рано списывать со счетов. То есть, если мы возьмем хорошее издание, релиз, хорошей студии, где была проведена, там, либо был записан релиз сразу в цифру, либо был переиздано, что либо ранее изданное, как на компакт-диске. Возьмем хороший проведет компакт-дисков, да, с хорошими камушками. Опять же, терапия, то, что здесь стоит мультибит, да, и все-таки мультибит у нас более честная математическая формула по отношению к передаче звуку, нежели однобитные все эти вещи. То есть, можно спорить, как они звучат, как они не звучат, но в любом случае, мне кажется, это более честная штука по отношению к звуку. И все-таки, как у нас сейчас бывает ренессанс винила, и вот в плане того, что если кому-то нравится винил, он даже может провести небольшой эксперимент. Взять хорошее издание компакт-диска, там, середина 80-х, хороший проигратель с мультибитным цапом, и, ну, совсем уж там, чтобы была акустика там скромненькая, что-нибудь такое все-таки более-менее посерьезнее. И вы удивитесь, насколько хорошо и близко к винилу может звучать такая связка. То есть, за что я радую, ребята, не надо гоняться за маркетинговыми делами, то есть, там, все вот эти хорезы безумные, там, какие-то цапы новомодные, которые там особо ничем не отличаются друг от друга, а выходят чуть ли новинки не каждый месяц. То есть, все это пустое, все это, ну, попытка продажи одного и того же по десятку раз, а то и по двадцатку раз. Все новое, не факт, что хорошее. Скажем так, то, что много бриллиантов позади нас по времени находится. Вот, и особенно еще момент, то есть, можно себе скидать тракт такой простенький, да, достаточно, допустим, CD-проигратель. Я, так сказать, ну, не рад, то из-за этого можно просто говорить, какой-то винтажный CD-проигратель, там, да, середина, там, 80-х, начало 90-х. Какой-нибудь мощничок, тоже, так сказать, из средних, да, не обязательно какой-то там тогдашний хм, да, и какую-то акустику неплохую, да. И у вас, и не надо там каких-то предварительных усилителей, там, еще что-то каких-то там улучшайзеров, там, просто короткий тракт. CD-проигратель и мощник. И это очень будет, многие удивятся, как все это может звучать, даже, там, в сравнении с нынешними, там, всеми этими модными цапами, хайрезами, там, ну, и прочим-прочим маркетинговыми, так сказать, выдумками последних пятилеток. Как может звучать старый добрый компакт-диск? Как-то вот так. И еще одна мысль, ну, иногда пытаются, там, в комментариях в чем-то уличить. Ребята, смотрите, я никого не за что не агитирую, никого, так сказать, не пытаюсь в чем-то убедить. Я просто рассказываю свой опыт, который кому-то может быть интересен. И можете верить мне, можете не верить, но за что точно агитирую, можете проверить мои слова. И в результате, когда будете что-то для себя проверять, какие-то мои, там, тезисы, утверждения, вы можете откроете для себя какие-то новые моменты. Получите какой-то опыт, и, может быть, вам этот эксперимент поможет побыстрее найти свое меломанское счастье. Как в плане подбора аппаратуры, там, так и в плане подбора форматов. Еще один мой тезис, который, можете ему верить, можете не верить, можете проверить. Всё-таки основное, да, основное, ребята, это носитель. Ну вот не в плане как источник сигнала, а вот носитель как в плане то, что мы слушаем. И второе важное звено в аудиосистеме – это акустический систем, акустика. Вот в эти моменты можно вкладываться бесконечно долго, и это будет нормальная инвестиция. То есть не надо бегать за какими-то кабелями, за какими-то новомодными вещами и другими менее очевидными штуками. То есть главное всё-таки – это сам по себе источник и уже конечное звено. Вот в эти моменты можно инвестировать и вкладываться. Все остальное вторично. Тем более, что я хочу сказать, то, что сейчас, в силу того, что как-то компакт-диск отошел как-то на задний план, и сейчас очень недорого стоит хорошее издание, понимаете, да? То есть я бангую, что называется, то, что через какое-то время за хорошими изданиями на CD будут носиться покруче, чем за изданиями на виниле. У него это будет потом. А сейчас пока хорошее время подсобрать себе хорошую коллекцию релизов на компакт-дисках. Хороших студий, хороших исполнителей, хорошей музыки. Я думаю, что CD Renaissance нас еще ждет. По сравнению с винилом, ну не знаю, сплошные плюсы. То есть ничего не коробится, ничего мыть не надо особо. В принципе, по сравнению, допустим, с лазерным диском видео, тут же как бы гниение и прочих каких-то явных устареваний, если диск нормально хранится в более-менее подобающих условиях. Он, конечно, наверное, и не вечный, но каких-то моментов нету, которым, допустим, подвержены похожие форматы. Тот же, говорю, лазер-диск, который видео. Так что тоже, мне кажется, хорошая инвестиция. Сегодня короткий ролик. О чем вижу, о том пою. На этом, наверное, все. Всем хороших мафонов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok